Скандинавские страны это Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия и Дания. В определенном инспекте каждая страна лидирует. Дания первое место по уровню отсутствия коррупции, Финляндия по уровню счастья, Норвегия по уровню жизни, Исландия по безопасности граждан, Швеция по равноправию. Эти параметры могли бы быть у каждой страны мира, просто на фоне бедных от коррупции стран они кажутся богатыми, хотя это просто пример того, как должен жить человек. Ну тогда как эти страны стали непостижимой целью человеческой цивилизации даже для развитых стран? Самая главная тому причина – это нейтралитет в войнах. Практически все из этих пяти стран не участвовали ни в одной из мировых войн, кроме Финляндии. Она особой роли не играла, но была замешана, поэтому Финляндия менее всех развита из-за Скандинавии. Однако это не единственная причина, ведь только сто лет назад она стала независимой, а так там творилась жесть, когда она еще была в составе Российской империи. Но не думайте, что нейтралитет в войнах гарантирует стране высокий уровень жизни. Все всегда зависит от совести правительства. Посмотрите на Германию. Она развязала две мировых войны, которых сама и проиграла, впоследствии чего должна была страна долги. Ее города были разгромлены, и еще чего только не было. Но все равно страна процветала до того, пока не стала самой огромной экономикой Европы. И сказать надо спасибо за низкий уровень коррупции. Тем не менее, благодаря совокуплению этих двух факторов и правильному мышлению народа, можно достигнуть небывалый уровень жизни. Также в Норвегии, благодаря удачному географическому расположению, находится нефть и рыба, которую они смело продавали, обеспечивая гражданам высокий уровень жизни. В Исландию в 80-х поплыли инвестиции, которые Исландия грамотно использовала. В Швеции была железная руда, которую они тоже экспортировали. Дания ввела правильную торговлю, а Финляндия тоже промышляла нефтью и рыбой. И еще этому способствовали дружеские отношения во время Холодной войны и с капиталистическими странами, и с СССР. В Скандинавии нет определенной экономической системы. То есть, там некий синтез социализма и капитализма. Человек имеет частную собственность, но государство пытается выровнять граждан по тем или иным критериям, либо правовым, либо финансовым. Например, прогрессивная шкала налогообложения, что означает то, что если ты зарабатываешь много, то, собственно, ты будешь платить больший налог, чем рядовой граждан. Лично мне не нравится такой строй, потому что отбивать у человека стремление к ведению бизнеса – это конец миру. Что уж там говорить о целой стране? Посмотрите на СССР. Ведь малый, средний или большой бизнес – это основа благополучия населения. Допустим, чем больше предприятельств, тем больше рабочих мест. Следовательно, у человека есть выбор к той работе, к которой он более предрасположен и в которой его будет устраивать заработная плата. Значит, маленький уровень криминала. Ведь зачем кому-то что-то красть, когда у тебя все есть? А говорить, что никогда не будет дефицита в том или ином аспекте, я даже не буду. Поэтому, хоть Скандинавия и богатая, я бы не хотел жить ни в одной из этих стран по причине щепотки социализма. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!